Времени на вопросы совсем нет У нас есть финальное на сегодня выступление Под слоганом, под лозунгом Создать свой фейсбук за один день Я очень заинтригован, потому что я лично знаю людей Которые реально в дурдом уехали С таким намерением А вот Денис Шаров сидит с нами Вполне сейчас нам расскажет Потому что последний доклад Я уже смотрю, много людей Подустали Поэтому давайте немножко Увеличим активность Можно первый слайд Меня зовут Денис Шаров Мы Компания Digital Sparta Мы разработали приложение для Конференции Digital Branding Первое приложение вышло осенью этого года Это совместный продукт С командой Digital Branding Это почетно для нас Что очень большая серьезная экспертиза С их стороны помогает нам развивать Линейку программных продуктов конференза Это решения, которые направлены на Рынок ивентов Начиная от тренингов И заканчивая многотысячными саммитами Когда люди устанавливают это приложение И дальше наша задача в том Чтобы они его не удалили А это стало более длительной историей То есть это стало каким-то Корпоративным продуктом Микрокомьюнити То есть и вот Все наши усилия направлены сюда И в Facebook Вот он здесь В общем Небольшая Проблематика Вопроса То есть прежде чем мы начали работать Нам необходимо было решить Три ключевые проблемы То есть эти проблемы Это основополагающие проблемы Мобильной разработки То есть первое Это долго и дорого Ну реально Сейчас средний ценник Это примерно 30 тысяч долларов За кроссплатформенное решение Ну и не менее трех месяцев разработки Это в лучшем случае Соответственно вторая проблема Про которую сейчас очень мало говорят Это низкая отчуждаемость Вот коллеги сейчас говорили Что при разработке приложения Там подрядчик взял миллион Сделал Через год вышел Айфон 6 А подрядчик из лет простыл Он уже на яхте Этот миллион Благополучно освоен То есть это частная история Я думаю вы с ней Очень хорошо сталкивались Поэтому вот проблема Отчуждаемости Очень большая проблема Третья проблема Это то что Действительно нет Инструментов разработки Вот посмотрите на это лицо То есть многие разработчики Находятся в таком состоянии То есть они Просто не имеют возможности Для создания мобильных приложений То есть при этом Их коллеги по цеху Там зарабатывают деньги И у них нет возможности Соответственно Те KPI Которые нам поставили Команда Digital Branding Это минимальная цена Ну это в принципе по рынку То есть если мы создаем продукт Который ориентирован на одно событие Соответственно Ценник у него не может быть Какой-то космический Потому что это все-таки Должна быть какая-то Максимально экономичная история Соответственно Это минимальный срок разработки Потому что вот этот жизненный цикл разработки Он и подготовки к ивенту К любому Он очень сильно сокращен Поэтому мы укладываемся в одну неделю И соответственно Наличие одного разработчика Который позволяет передавать Это не пять разработчиков Под разные платформы Это один разработчик Который без проблем Приложения могут передаваться друг к другу Соответственно Это обязательно нативная разработка Потому что Большинство конференций Digital October Это большое исключение Интернета нет нигде На самом деле Я думаю Вы с этим тоже часто сталкивались Поэтому приложение должно работать Оффлайн Это было ключевое требование И соответственно Необходима поддержка Ну минимум четырех-пяти платформ Основные Потому что Я видел лица Пользователей Windows Phone Когда они приходят на ивент Довольные пользователи iOS и Android Устанавливают приложения А тут Здрасте О нас не подумали Соответственно Сразу получаем негатив к организаторам Если здесь есть пользователи BlackBerry Я очень быстро выйду из зала BlackBerry мы, к сожалению, не поддерживаем Соответственно Вот эти Пять основных Скажем так Чекпоинтов Которые Надо было выполнить Прежде чем Выйти С вот этим продуктом Ну разработка Вот этого Вот эта вся история Это примерно 9 месяцев работы Совместной С Digital Branding Мы в итоге получили Кросс-платформенное решение Которое Имеет поддержку iPad, iPhone версии Android, Windows Phone И так далее Вот так это примерно выглядит Если вы еще не установили Очень рекомендую Потому что сейчас я буду рассказывать Про несколько секретных фишек Которые есть в этом приложении Которые Ну на мой взгляд Очень крутые И это как раз Ну Заслуга Digital Branding Потому что они единственные Кто пошли вот на вот этот шаг Я сейчас про это расскажу Вот так примерно выглядит Жизненный цикл приложения Для локального события То есть мы имеем Пик установок Естественно В день события И за день до И потом Не резкое В том-то и дело А постепенное снижение То есть на самом деле Вот по году И порядка 50 приложений Мы сделали Вот в течение года Да И в итоге Ну остаются эти приложения Не все их удаляют И мы сейчас видим инструменты Вот сейчас наша работа Направлена на то Чтобы вот эту вот Падающую кривую Превратить Ну как минимум В В константу Соответственно Мы видим Четыре основных Юзкейса По пользованию Мобильным приложением Для события Первое Это гайд по программе И это навигация На площадке Для диджитал брендинг Это конечно Менее актуально С учетом того Что программа Здесь небольшая И один зал Ну то есть Это просто такой формат Мероприятия Но при этом Не знаю Вот мы еще Последний проект Был в Сколково Да То есть там у них На стартап Виллоч У них программа Была 150 листов То есть это вот такая Пачка Книжка Которая просто Раздавалась Людям Да И ну Работать с ней Было абсолютно Невозможно Соответственно Это то Первое Зачем пользователи Устанавливают Это приложение Второе Очень важный момент И как раз Вот этот кейс Диджитал брендинг Ну Очень большое Мне кажется Достижение То есть Это Возможность Нетворкинга И возможность Обмена контактами Вот то есть В правом верхнем углу Есть такая Секретная кнопка Которую вы нажмете Возле там Интересного вам Спикера Или участника И вы можете Контакты этого человека Сохранить себе В адресную книгу И вот это То ради чего Я это приложение Никогда удалять Вообще не буду Потому что Я не хочу Забивать адресную книгу Сразу там Пятистами контактами Но при этом я знаю Что если Этот человек Был на конференции И мне потребуется Его контакт Я соответственно Обращусь К этому приложению И там Свяжусь с этим человеком То есть Второе Это Контактная база Третье То направление Которое мы будем Развивать В дальнейшем В третьей версии Приложения Это формирование Контентной площадки То есть Все доклады Презентации Которые будут здесь То есть Будет одна точка входа Когда вы сможете Зайти сюда Скачать это приложение Там если не скачено И посмотреть Нужную вам презентацию То есть Это гораздо удобнее Чем не знаю Там лазить на сайт Смотреть и так далее То есть При этом Мы переходим От одного Ивента К мульти-ивентному Приложению Когда Все События Digital Branding Будут Соответственно Дополняться сюда И добавляться Контент И четвертый кейс Это Соответственно Работа во время То есть Это такой Новостной фит Куда агрегируется РСС Твиттер И соответственно Возможность Публикации фото Или каких-то новостей От пользователей От участников конференции Вот Соответственно Ну то есть Максимально похоже На фейсбук Немножко Соответственно Вот топ 10 инструментов Которые у нас остались По итогам года работы То есть Это То реально Что востребовано Что пользуется спросом Кроме того Что я сейчас сказал Хорошо работают Система пуш-нотификации То есть И во время Там уведомления Какие-то экстренные И после события Потом Это возможность Ну опять же Почему история С приложением Она Будет длительная Потому что Для разработчика И для заказчиков В данном случае Для организатора Это возможность Не знаю Там Залезть в календарь Пользователю Там Прописать Все последующие Ивенты Которые проходят Да И Ну очень аккуратно Уведомлять об этом То есть Это очень хорошо работает И в принципе Не вызывает Такого раздражения Как там СМС Рассылка Или еще что-то Ну если не Перебарщивать Конечно же Вот Плюс Это система лайков Система обмена Сообщений Тоже что Работает Очень хорошо Вот Я заканчиваю Последний слайд Доля устройства И охвата аудитории Которые мы видим По итогам Ну вот Мы отобрали В основном События В категории От 250 До 500 Участников Соответственно Вот так примерно Выглядит Распределение По Пользователям Устройств То есть Android, iOS И Windows Phone И проникновение Что очень интересно Оно Приближается По большинству Приложений По большинству Ивентам К 50% То есть Мы видим Что в ближайший год Количество Ну проникновения И установок Оно будет Ну планируем Довести до 80% Соответственно Это та аудитория Которую Организатор Может получить На событии Пользователи Установят Это приложение И эта аудитория Может быть Конвертирована Дальше В лояльных Пользователей Спасибо Да Мы Ну Мы развиваем Проект Аперкод И проект конференза Проект Аперкод Это Он получил На этой неделе Гранд Майкрософт На развитие Как раз Вот этой технологии Которая упрощает В 3-5 раз Создание мобильных Приложений Спасибо Спасибо за фристайл Такой Именемовский В конце Коллеги Ну Было Мне кажется Очень клево Все интересно Не буду дальше вас задерживать Мы что-то вылетели сильно из графика Заболтавшись Спасибо всем большое Было очень интересно Мы во время кофебрейка Наверное можем продолжить Уже в Про медиафасады И Очень важно Где показаны информации Про фестиваль света Я просто буквально в двух словах Что же это такое Для чего это все здесь показано Дело в том Что Фестиваль света В этом Он проводится уже 3 года И фестиваль света Это Лазерное световое шоу Которое транслируется На Старые На исторические объекты В Москве Проходит это все дело На нескольких площадках Таких там Таких как ЦДХ Большой театр Кремль И так далее И в этом году В этом году Фестиваль света Приглашает Коммерческих Партнеров Для 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 того Чтобы То есть В этом году В этом году Бренды Могут иметь возможность Интеграции Вот допустим Лазерное шоу Показать свой Бренд Показать свои Какие-то компетенции Свои Преимущества Свои там Уникальные торговые Я не знаю Предложения Все что угодно И показать себя С точки зрения Там инновации С точки зрения Активности И так далее То есть Формант Один из форматов Такой Две минуты Транслируется Лазерное шоу Которое придумали художники И две минуты Транслируется Лазерное шоу Партнера Данного мероприятия Поэтому если Кому-то интересно Вот такая площадка Для коммуникации С аудиторией То давайте Обсуждать Креативить Создавать И воплощать В жизни Такие интересные проекты Хорошего поощрения Что так заняло Ваше время Спасибо большое Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok